Добрый день! Хорошо ли меня видно и слышно? Я рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Немного импровизированного формата на платформе салона образования, на платформе Webinar.ru. Вижу несколько знакомых лиц, несколько незнакомых. На всякий случай я буду говорить по-русски, чтобы точно всем было понятно. Некоторые слайды будут по-немецки, буду их переводить. Я бы хотела сегодня рассказать о нескольких вещах. Во-первых, совсем коротко обозначить преимущество изучения немецкого, классическое вступление. Затем я покажу с помощью функции показ экрана, так, наверное, будет проще и интересней, несколько онлайн-курсов. Онлайн-курс чистый, без очных фаз, на примере А1. Затем коротко покажу разницу между комбинированными курсами и очными курсами, какая разница на платформе Moodle. И покажу несколько примеров из актуального очного курса, что может преподаватель добавить, какие задания может добавить в поддержку онлайн-занятиям, которые проводятся вместо очных занятий в период карантина. И потом, и в процессе буду готова отвечать на ваши вопросы. Сейчас копирую ссылку в чат. Приглашаю вас присоединиться к меня к опросу. Сейчас коротко покажу, как это выглядит. Классический Google форма. Прошу вас ответить на несколько вопросов. Имя, уровень языка, являетесь ли вы слушателем Гетто-института курсов, и чем для вас привлекателен немецкий. И где-нибудь в середине, еще раз в конце вебинара, я покажу еще раз слайд с ответами, и мы посмотрим на нашу мини-статистику. Здесь вы видите два чата. Чат, который называется «Чат», и чат, который называется «Вопросы». Можете для простоты писать свои вопросы в под или в чат вопросы, чтобы я видела лучше, что это именно вопросы. Итак, почему немецкий? Немножко видео перекрывает презентацию. Если будет что-то важное, я скажу. Классические 10 причин, почему нужно учить немецкий. Немецкий полезен в бизнесе, потому что много есть деловых партнеров в России, немецких фирм и предприятий, организаций. Международная карьера тоже имеет больше шансов на успех со знанием немецкого, как первого или как второго иностранного языка. Туризм и гостиничное дело. Немцы, туристы из немецкоязычных стран много очень путешествуют и тратят в отпуске больше денег. И сотрудники отелей больше любят общаться с немецкоязычными туристами. Наука и исследования – очень важный пункт. Проводится много исследований. Есть много учебных проектов в формате CLIL, предметно-языковое интегрированное обучение. И по части учебы, и по части работы, наука и исследования хорошо их совмещают с Германией. Коммуникация, конечно же, для развития коммуникационных навыков, понимания культуры, познакомиться, это возможность познакомиться с культурой Германии и немецкоязычных стран. Путешествия – очень важный пункт, можно не комментировать. Литература, музыка, искусство и философия. Сейчас во время карантина очень много возможностей, кстати, погрузиться в мир культура, музыки, послушать концерты, посмотреть какие-то постановки, почитать что-то. Много предоставляется открытых источников, открытых ресурсов, в том числе и на немецком языке. Программы обмена будут снова актуальны, как только закончится всеобщий карантин. И возможности учебы и работы в Германии, конечно, это один из самых главных аргументов для родителей. И мы начнем с мини-викторина. Я прошу вас отвечать в чат, писать А, Б, В или Г. И, видимо, придется дублировать вопроса, потому что немножко закрывается. Или я сейчас прекращу... Если я прекращу вещание, будет ли меня слышно? Сейчас попробую. Если не будет слышно, я выйду без видео. Подозреваю, что меня не было слышно, когда у меня не было включено видео. Тогда буду зачитывать просто вопросы. Да, с какого года Геодинститут работает в Москве? Много ответов В, Г. И правильный ответ Б. С 1991 года Геодинститут работает для нас и для вас в Москве. Сколько участников языковых курсов учились в Геодинституте в прошлом году? 3000 человек, 200 человек, 5700, 7100 человек. В, А. Большинство ответов А. Фавориты А и В. Один ответ Г. И правильный ответ В. 5700 человек. Третий вопрос. С какого возраста Геодинститут предлагает курсы немецкого языка? С 6 месяцев раннее обучение, с 2 лет, с 18 или с 8? Ответы Г. Б. Угу. Большинство проголосовали за Ге. И это правильный ответ. С 8 до 10 лет дети могут посещать детские курсы, с 8 до 12. С 13 лет молодёжные курсы, и с 18 лет взрослые курсы. Хансхаза с 2 лет. Не предлагается курс Хансхаза как регулярный курс в Геодинституте. Так, конечно, проект Хансхаза отличный вариант для дошкольного обучения. Много партнёров Геодинститута, много детских садов предлагают курсы, но не как Геодинститут Москвы. Какой экзамен не является экзаменом Геодинститута, но его можно сдать у нас? TestDAF, TOEFL, DELF или ЕГЭ по немецкому языку? ГА, Б, В, ещё пара ответов, АВ, АВ, Угу. И правильный ответ А. Тестдаф. ЕГЭ по немецкому языку можно сдавать, нельзя сдавать в ГИОТА-институте, потому что ГИОТА-институт не является российской государственной образовательной организацией. А Тестдаф можно сдавать, можно проходить курсы подготовки, как очные, так и онлайн-курсы с онлайн-виртуальными занятиями и заданиями на платформе. Очень удобный формат таких экспресс-курсов. И последний вопрос из первой части Викторина. Какой уровень владения немецким языком является наивысшим? А1, С1, С2, С2+. В и Г, С2, С2+. Большинство не дают себя запутать и отвечают С2. С2. Конечно, С2, согласно европейской системе, в Европейших Референцхамен, С2 является самым высшим уровнем владения немецким. И я подготовила еще несколько вопросов для вас. Вторая часть Викторины, ее мы проведем в конце вебинара. Сейчас коротко посмотрю. Уже 10 ответов на вопросы. Мини-анкета, мини-статистики. Сейчас включу показ экрана. Так пока выглядит диаграмма уровня языка C1, C2 большинства участников. Ноль ответов не изучал язык. Являетесь ли вы слушателем курсов Goethe-института? Здесь вся палитра ответов присутствует. От непосещавших, то преподаватель, преподаватель центров и так далее. И чем для вас привлекателен немецкий? Deutsch ist plus. Deutsch ist als ein Vorteil. Четкая логика музыкальности и красота. Полностью поддерживаю. Профессия, она же призвание. Профессия, профессиональный интерес. И желание учиться в Германии. Спасибо. Вернемся к результатам еще чуть позже. Пока вопросов не вижу. И начну с показа онлайн-курса А1. Сразу скажу, что есть несколько форматов курсов. Это чистые онлайн-курсы и комбинированные. Чистые онлайн-курсы не предполагают очного присутствия, а виртуальные занятия проводятся на платформе Adobe Connect. И по заранее подготовленному плану с презентацией. И полностью курс закрытый. Не требует ни дополнительных учебников, учебных пособий. Все, что нужно, уже есть на платформе. В отличие от комбинированных курсов, которые, например, предполагают неделю обучения онлайн самостоятельно, и раз в неделю по субботам посещение очных занятий. Сейчас включу демонстрацию экрана еще раз. И покажу. Это курс уже закончившийся, январский курс этого года, поэтому я буду очень аккуратно показывать конкретные задания, чтобы не показать личную информацию. Но структуру курса можно хорошо посмотреть. Есть приветственное слово. Есть в этом курсе для ориентировки рубрика «Коммуникационный курс». Коммуникация в курсе. Возможно, будет грузиться немного медленно. В рубрике «Коммуникация» можно посмотреть информацию о тьютерах, имейл тьютеров, найти и написать им в случае возникновения вопросов. Или «Туторинен». Какой это уровень? О, я вижу вопросы, отлично. Это уровень А1. Базовый уровень для тех, кому сложно на уровне А1. Справа наверху есть опция перевести на русский язык, и часть заданий и часть меню будет по-русски. Это очень важный момент, потому что люди с нулевым знанием языка попадают на полностью немецкоязычную платформу, где нет очного присутствия, где все по-другому, где есть мифическая группа виртуальная, и как-то нужно ориентироваться. Поэтому в курсе подразумевается много всяких подсказок. Возможность перевести на русский язык, возможность посмотреть информацию о тьютерах, увидеть имейл, и показываю очень коротко, из соображений защиты данных Datenschutz, увидеть имейл, написать тьютерам по любому вопросу, который будет возникать, техническому, содержательному, по грамматике и так далее. Классический вариант – это форум преподавателей на «Хричтен-Иротчу-Човен», где тьютеры пишут обзор за неделю, пишут важные новости, что нужно подготовить к виртуальному занятию и так далее. Сравните, пожалуйста, с курсом Никус ВЭК. Это один курс. Сейчас чуть попозже отвечу тогда. Спасибо за вопрос. Есть посещаемость, отмечается на виртуальных занятиях. И есть LearnFortrait. Это «Успехи», «Прогресс». Здесь, сейчас откроется, здесь видно, какие задания участник сделал, какие не сделал. Здесь список участников, и можно развернуть список и посмотреть, какие задания сделал участник, какие не сделал, и какие требуют вручную проверки тьютером. В курсе 18 глав. Это значит, курс интенсивный достаточно. Интенсивные курсы предлагает ГИОТ-институт Москвы. Обычные курсы, которые дольше длятся, предлагает ГИОТ-институт Новосибирск. И те, и другие курсы проходят в формате онлайн. Каждая глава состоит из трех подглав. Здесь можете увидеть название глав и учебные цели. Главы можно проходить строго последовательно. Как только вы набираете 70% заданий, выполненных одной подглавы, у вас автоматически открывается доступ к следующей главе. Такая система есть не на всех онлайн-курсах, но вот на групповых онлайн-курсах ГИОТ-института именно такая система. Если открыть, развернуть подглаву, тогда мы видим разные задания. Задания разных форматов, что-то написать, что-то послушать, записать свой голос. К сожалению, по-моему, не получится показать со звуком. Но покажу хотя бы картинку. Одно из очень важных преимуществ онлайн-курсов групповых – это… пока нет видео. Вижу вопросы в чате. Сколько максимум участников в группе? Обычно 20 с небольшим участников, потому что много заданий на проверку вручную для тьютеров, и тогда тьютеры распределяют участников, чтобы каждому было по 6-8 человек и были ресурсы проверять вовремя. Вот, если даже не будет звука, ничего страшного. Есть такие вот вставки с видео. Не видите сейчас видео? Видно ли видео с девушкой-носителем языка? Слышно ли? Не слышно. Тогда я отключу звук. Ничего страшного, если не слышно. Эти вставки фонетического курса «Говорит носитель языка» девушка показывает, рассказывает, показывает, как произносится, и затем появляется зеленый экран, и девушка… не слышно, ничего страшного. И девушка просит повторить, и участники нажимают кнопку «Запись» и наговаривают звуки или слова, или предложения, и затем это проверяется вручную тьютерами. сейчас еще одно видео покажу фонетическую вставку. звуки «Б» и «П». Таких вставок фонетического курса нету ни на комбинированных курсах, ни на очных, и поэтому это одно из преимуществ онлайн-курса. можно посмотреть. И затем мы тьютера проверяем каждый кусочек, записанный участниками, и даем фидбэк, на какие звуки обратить внимание, что хорошо, где еще постараться, и так далее. Вот, когда вы сделаете… когда участники делают задание, выполняют, тогда появляется галочка «Задание выполнено». то, что участники могут выполнять главу одно за другой, обеспечивает, гарантирует последовательное изучение языка, и таким образом не возникает пробелов. В этом онлайн-курсе, как я уже сказала, нет учебника, нет никакого учебного пособия, он сделан был специально по заказу ГИОТ-института, материалы были собраны из разных источников. И поэтому есть такие важные главы, как «Курсвордшатс», «Лексика курса», «Учебная лексика» — это карточки, которые можно изучать самостоятельно, и «Редемиттель-унграмматик» — грамматика, курсы, собранные по главам и в одном документе из всех глав. Сейчас коротко покажу. То есть все грамматические таблицы, все материалы, грамматические, по структуре предложений и так далее, все собраны в одном источнике. И участники могут в любое время сами посмотреть. Примерно так это выглядит. Есть еще онлайн-лайвситсунген — это виртуальные занятия. Они проводятся раз в неделю или раз в две недели. И к каждому занятию есть список заданий, список упражнений, что нужно повторить. Например, кик-офф — организационная встреча и первая встреча после главы 3. Это значит, что нужно изучить три главы и особенное внимание уделить вот этим заданиям, которые перечислены ниже. После главы 8 будет тоже задание, занятие третье. И здесь написано «Цели» и также задания, которые нужно изучить для виртуального занятия. Не видно. Я сейчас буду вспоминать вопросы. Остановлю пока с экрана. Сколько длится уровень? Уровень длится 12 недель. За это время изучается 18 глав. Это значит, что некоторые недели очень интенсивные, очень нагруженные. И поэтому нужно проходить две главы. Об этом нужно участникам курса знать. Мы им постоянно пишем и говорим. Подписывайтесь на мой канал, нужно постоянно YA- Продолжение следует... Видно ли меня сейчас? Слышно ли меня? Отлично. Вот, насколько я знаю, курсов C1 и C2 в онлайн-формате сейчас точно нет, по крайней мере, в Гёте-институте российском нет. Есть онлайн-курсы подготовки, например, к тест-дафу, можно на C1 проходить. Есть ли ещё вопросы по курсу, по чистому онлайн-курсу? Если будут, тогда... Длительность. Длительность 12 недель. Каждый курс длится 12 недель. Когда будет следующий? Я думаю, что будет летом. Чаще всего делают курсы летом, чтобы не делать паузу. Вот сейчас курс буквально идёт третья глава, третья неделя курса. Вот, коротко расскажу о разных инструментах, что есть на платформе Moodle, какие виды заданий существуют. Я выбрала 10. Они почти все присутствуют в онлайн-курсе. Стоимость можно посмотреть на сайте Гёте-института. Я как преподаватель не очень знаю, если честно. Как на него записаться? Да, он, конечно, платный. Это курс полноценный с преподавателем, с группами и так далее. Отключу камеру, если меня хорошо слышно, чтобы соединение не потерять. Вот, расскажу коротко о 10 инструментах. Это апштиминг, голосование. Чаще всего появляется, когда нужно образовать группу для выполнения какого-нибудь проектного задания, продуктивного. Сейчас я поговорю просто о 10 инструментах, Олеся. О 10 инструментах, которые есть на платформе Moodle. Это компоненты любого онлайн-курса, вне зависимости от уровня или тематики. Голосование, посещение. Посещение актуально на языковых курсах. На онлайн-курсах отмечается посещение виртуальных занятий. Это одно из условий получения сертификата про прохождение курсов, потому что наиболее важные части – это виртуальные занятия как способ потренировать коммуникацию и продуктивные задания, те, которые проверяются тьютором. Вы видите снизу вид, который видит тьютора, имя, и можно отмечать, например, это молодёжный курс, два академических часа. И если посещение, два часа посетили, то ставим два, если человек отсутствовал, то ставим ноль. А участники видят такой вид, как сверху-справа, сколько терминов, сколько встреч они посетили, сколько пропустили. Aufgabe – это продуктивное задание. Чаще всего это какой-нибудь текст, который нужно сдать, нажать на «Aufgabe hinzufügen» или «Сдать работу». Такие задания всегда проверяются вручную. Мы пишем отзывы, даём какие-то рекомендации. И если много ошибок или задания не выполнено или не выполнено практически полностью, мы просим переделать. Открываем «Kain versuch». Можем открыть versuch nummer zwei, drei oder vier. Можем открыть вторую или третью попытку. Befhagung – опрос. Тоже вариант задания, когда нужно ответить на несколько вопросов. Чаще всего так опрашивается мнение по модулю или какие-то вопросы с открытым ответом. Кафетерия, OpenChat – один из немногих инструментов, которые являются синхронными. Это значит, что участники видят сообщения друг друга только когда они одновременно заходят в чат. Технически инструмент не самый простой, не самый наглядный, но как вариант есть. Для асинхронной коммуникации на курсах есть форума для участников, куда они пишут свои вопросы или комментарии. Датенбанк – база данных. Чаще всего используется, когда нужно добавить презентацию. На курсе А1 этого нет, но есть в других курсах, и в курсах для учителей, например, и в курсах на более высокие уровни. Эзерпад – это инструмент, где участники могут писать асинхронно каждый в свое время, но на одном полотне, когда участники работают в группе, и нужно создать какой-то продукт или написать вместе какой-нибудь текст. Форум – классический инструмент, очень удобный как для односторонней связи, участники с тьютером, тьютер с участниками, так и для групповых заданий. Практически все задания групповые. Сейчас коротко еще покажу одно задание. Практически все групповые задания на групповых онлайн-курсах, они сделаны в виде форумов. Покажу 16-е групповое задание, посвященное теме одежды. Этот форум нужно прикрепить фотографию либо свою, либо из интернета и описать какую-нибудь деталь одежды, а другие участники прокомментируют, зададут вопрос и опубликуют тоже свою деталь одежды и расскажут про нее. Сейчас длится какое-то время. Пока остановлю, потому что очень долго длится. Но, в принципе, групповые задания, они самые важные, как и виртуальные занятия, как я говорила, потому что они позволяют участникам непосредственно общаться друг с другом. Это очень важно для онлайн-формата и для цели коммуникативной методики, собственно, коммуникации в аутентичных условиях. Участники пишут, комментируют друг друга, отвечают. Еще один инструмент – это глоссарий. Здесь пример из курса С1 для учителей, поэтому очень много текста. На уровнях А1, А2, конечно, глоссарий поменьше. Классическое задание – это по алфавиту распределить какие-нибудь слова по определенной теме. Например, писать хобби. На букву А, на букву Б, на С, У, Р, О. И каждый участник добавляет свое определение, свое описание. MindMap – всем знакомый инструмент. Очень удобный, как индивидуальные задания. Индивидуальное в этом курсе. Блок для уровня повыше, не для А1, но очень удобный инструмент, чтобы участники писали текст более длинный, чем в форуме. Дается тема, дается время рекомендуемое, обкаба термин, срок сдачи. И есть ссылка на техническую помощь, как работать в инструменте блок. В портфолио на разных курсах используется этот инструмент. Чаще всего для саморефлексии, для оценивания участникам того, насколько успешно он прошел ту или иную тему, или тот или иной блок. В некоторых курсах предлагается скопировать какие-то интересные вещи, интересное содержание в портфолио. Тест. Инструмент как для проверки знаний, так и текущий инструмент для систематизации пройденного материала Вики. Участники здесь могут писать, например, заполнять совместную табличку. Это пример тоже из курса для учителей, как наиболее наглядной, аналитики Гештеля фюзи, учебная фирма, и нужно распределить роли каждого участника в предполагаемой учебной фирме. Есть ли вопросы? Появились ли вопросы? Пока не вижу. Тогда я покажу достаточно коротко еще два курса. Покажу разницу. Это курс «Аншраунс Раум». Это курс, где можно посмотреть структуру без участников. Меншен А2.1 БЛ Блендед Лернинг курс, комбинированный курс 50 на 50. Неделя онлайн и суббота 4 академических часа лично, очно, или сейчас в формате Zoom. Здесь структура курса немного отличается визуально. Слева, как всегда, меню. Есть список участников. Страничка «Альгемайнос» общая – это структура курса. И список глав. К каждой главе есть определенный набор заданий. Часть из них пересекается с учебником или рабочей тетрадью дублирует их. Часть отличается и часть не содержится ни в учебнике, ни в рабочей тетраде. И тут зависит от преподавателя, либо он сравнивает и открывает только те задания, которые есть в учебнике, либо которых нет в учебнике, чтобы не было пересечений. Либо он открывает все задания, чтобы участники за неделю онлайн-работы могли и повторить, и углубить, и изучить что-нибудь новое по данной теме. Хочу показать объем. Вот это задание для первой главы. И ссылка на дополнительные задания. Вот задание на вторую главу. Также есть фильм «Штатс Йонен», часть курса «Мэншен» и задание к нему. Глава третья. Если мы сравним с очным курсом, то на очном курсе заданий к каждой главе намного меньше. Вот всего пять заданий к первой главе, три задания ко второй, пять заданий к третьей и так далее. Зависит это от того, что стандартный курс он очный, а задания на платформе они скорее дополнительные, необязательные, но хороши для повторения. И покажу свой курс сейчас, который идет для подростков. Он тоже очный, и поэтому здесь заданий к главам нету совсем, но я как тьютор могу нажать наверху на кнопочку «Bearbeiten einschalten», включить редактирование. Это будет выглядеть примерно так. И могу редактировать страничку своего онлайн-пространства для своей группы, что я считаю для них наиболее подходящим. Я добавила нотенлисты, список оценок, и могу им ставить оценки. И я добавила рубрику «Arbeidsbuch Intensive Trainer», чтобы они сдавали в очном формате, не получится сейчас сдать свои рабочие тетради. Я прошу их сделать фотографии и присылать мне, загружать фотографии или скриншоты заданий из рабочей тетради и из интенсив-тренера. И я сейчас выключу редактирование, чтобы не мешали значки. И покажу по каждой главе я добавляю несколько заданий. Это либо форум, достаточно медленно грузится, это форум, это глоссарий. Например, форум. Расскажите о себе, напишите три ссылки, чтобы они добавили своё сообщение и написали к каждому глаголу. Видно ли сейчас? зависло? Нет связи? Видно ли меня? Это курс сейчас для подростков. Это курс для подростков А2.1. Вот, пока лениво достаточно раскачиваются они. Можно нажать кнопку BeArbeit редактировать и вписать свой ответ. Таким образом создаётся тоже ощущение коллективного присутствия, потому что участники заполняют вместе эту табличку. Глоссарий, список глаголов. Да, это был это было Вики, а сейчас глоссарий. Нужно выбрать один из глаголов, пока слабых глаголов, и добавить сообщение и написать предложение в перфекте. И ещё задание продуктивное. Моё последнее путешествие. Нужно написать текст и добавить нажать на кнопку сдать. И тогда я вижу вот такой формат и нажимаю на значок редактировать или оценить и проверяю показать, к сожалению, не могу личную информацию и проверяю каждое задание отдельно. останавливаю пока показ экрана. Это программа Moodle. Вид, подложка оформлена это layout Goethe-Institut, он немного отличается от layout обычного Moodle-курса, но все инструменты классическая Moodle-платформа. Плюсы в том, что сейчас занятия проходят, очная часть проходит в системе Zoom, а онлайн-часть проходит на платформе Moodle, и можно быстро подстроиться, не искать каких-то внешних источников. Я как преподаватель имею много достаточно свободы оформлять курс. Если я хочу добавить какое-то задание, я его просто добавляю. немного наверное похоже на Google Class. Вижу еще один вопрос. Есть ли сложности в работе со слушателями с нуля? Да, в начале онлайн-курса часто возникают вопросы «А где учебник?» Сейчас две секунды помолчу, чтобы не кашлять. Часто возникают вопросы «А где учебник?» «А почему все на немецком?» «Мы же не знаем ни одного слова» и так далее. Для этого есть «Кик-офф Трефон» организационная встреча, где мы объясняем на русском, единственный раз на русском, как устроен курс, показываем вот эту структуру и говорим как можно перевести часть меню на страничке, переключить на русский и таким образом снимается большая часть вопросов. Есть разные реакции, некоторые незнакомы с коммуникативной методикой, удивительно, но случается и ждут объяснения, что сначала сегодня мы проходим сильные глаголы, учитель объясняет и потом мы делаем. Здесь такого не будет, это коммуникативная методика, поэтому сразу ученики попадают в ситуацию, где нужно учиться. Но есть грамматические таблички, есть объяснения тьютеров, есть виртуальные занятия, подсказки по ходу заданий. Во многих заданиях можно нажать на кнопку «Подсказка» и почитать их по-русски на А1. Таким образом становится возможным изучение сразу на немецкоязычной платформе. Конечно, вопросы в форуме мы отвечаем по-русски. Первые недели особенно самые разные вопросы от грамматики до фонетики до структуры курса. При необходимости, конечно, помогаем по-русски, но очень важно, чтобы сам интерфейс курса, сам курс был полностью на языке. И те участники, которые выдерживают напряженный темп, он действительно напряженный, они выходят на экзамен А1 и сдают успешно. То есть система себя оправдала. Есть ли какой-то Einstufungs-Test, чтобы понять, какого уровня? Да, Einstufungs-Test есть. Можно пройти на сайте Гёте-Института. Я чуть позже смогу скинуть ссылку. Сейчас спонтанно не найду. Либо вы можете прийти, кстати, будет время на стенде, когда будет представитель языковых курсов. Она вам даст все ссылки, расскажет и по стоимости проконсультирует, по орг-вопросам. Я как преподаватель не все организационные моменты знаю. У нас есть еще немножко времени на викторину. Никосвек. Вся проверка идет автоматически. Да, это принципиально другой курс. Вот эти курсы А1, А2, B1 от Гёте-института тюторируемые и структурированные. Есть время начала курса для всех, есть время окончания курса для всех, для четкой группы. Нельзя просто подключиться к курсу, немного поделать и потом отключиться. Идет набор на триместр, оплачивается и идет общение. Костя, спасибо большое, Айнштофунгстест. Могу про себя сказать, я очень люблю проходить онлайн-курсы и тьютером, и участницей, и для меня очень важно, когда я участница, что есть тьютер, что есть группа и есть конкретные сроки. то есть, ну, например, несмотря на опыт мой достаточно большой тьютерирования, наверное, около полутора десятков курсов, я все равно как участница не могу проходить курсы без тьютера, потому что я меньше от них беру. Дело вкуса, вопрос вкуса. На уровне А1 очень важно, конечно, чтобы был профессиональный преподаватель, который сможет ответить на вопросы, а почему, а определенный артикль неопределенный, а я вот жму сюда, а у меня не получается, а я же все правильно ответила. Мне кажется, очень важно. Есть ли желание продолжить коротко еще несколько вопросов? Если есть, тогда пишите в чат, сколько школ во всем мире предлагают немецкий язык в качестве учебного предмета? Б, В, А, Г. Здесь вопросы посложнее. Все варианты ответа присутствуют. И правильный ответ Б. 95 тысяч человек, школ во всем мире предлагают немецкий язык. Следующий вопрос. Сколько миллионов обучающихся в этих школах учат немецкий язык? В, 8,3, 9,7, 15,6 или 13,4? 1,8, 1,9, 0,7, 0,7, 0,7, 0,8, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, И правильный ответ – G. Почти 13,5 миллионов изучающих немецкий язык по всему миру в школах. Какого международного экзамена для подростков не существует? Goethe-сертификат B1 Jugendliche, Fütten Deutsch 2, Fütten Deutsch 3 или все существуют? Единогласно. Практически единогласно. Существует три экзамена для подростков сейчас в Goethe-институте. Это Fütten Deutsch 1 уровень A1, Fütten Deutsch 2 уровень A2 и Goethe-сертификат B1 для подростков. Сколько человек записались на молодежные экзамены в Москве в прошлом году? Первая цифра – Fütten Deutsch 1, вторая цифра – Fütten Deutsch 2 и третья цифра – Goethe-сертификат B1. Здесь знать невозможно, можно только попытать счастье. ВАГ, ВБ – только один вариант правильный. А. Снова все варианты присутствуют. Г. И правильный ответ – В. 600 человек записались на A1, 400 на A2 и больше 200 на B1. Есть варианты для Москвы. Есть варианты либо приехать в Goethe-институт, либо, если наберется определенное количество человек, сейчас боюсь соврать, по-моему, 20. Можно вызвать экзаменаторов, пригласить к себе в школу. Составляется договор, и экзаменатор Goethe-института приезжает и проводит в вашей школе экзамен. Тоже очень удобно, если, например, набрать несколько человек, которые сдают A1, несколько, которые A2 сдают. B1 редко, но тоже можно. И пригласить на свою территорию экзаменатора. Для какого проекта Goethe-института разработана программа внеурочной деятельности? Это немножко прыжок в сторону от языковых курсов, но непосредственно темы, связанные с Goethe-институтом. Для какого из проектов есть программа внеурочной деятельности? Наши преподаватели используют какие-то элементы материалов этих проектов в заданиях. Поэтому считаю вопрос уместным на данном вебинаре. Конечно, Kinder-Uni, немецкий детский университет. Школьники какого класса могут подавать заявку на участие в проекте «Мост в немецкий университет»? Восьмого класса, девятого, десятого, одиннадцатого. Б. Б, В и Г. Девятого класса, как правило. Раньше этот проект был еще стипендиальный, сейчас он на коммерческой основе проходит набор. Тоже актуально, как можно привязать, например, к экзаменам. Если вы школьный учитель, то можно мотивировать учеников. Вот, проектами. И как мотивировать к изучению немецкого, к подготовке к экзаменам. Вот. Какой уровень владения языком нужно рассмотреть, чтобы заявка была рассмотрена по «Мост в немецкий университет»? Да, спасибо, Костя, за ссылку. Б, В. Правильный ответ – Б. Отсвай. И идет небольшой анонс других рубрик Геота-института. Что такое онлайя? Есть тоже соответствующий вебинар на эту тему на салоне образования, посвященный онлайя. Что же это такое? Библиотека, электронная библиотека, онлайн-платформа или цикл вебинаров. Практически единогласна – Б. Рихтейх. И еще пару вопросов. Зарегистрировавшись на сайте Геота-института, вы получите доступ к платным онлайн-курсам, к бесплатным ресурсам, к электронной библиотеке онлайя или ко всем ресурсам, изверши перечисленных. Ге. Угу. Бе. Угу. Бе, Ве и Ге. Правильный ответ – Ге. Конечно, что касается платных онлайн-курсов, сначала на них нужно записаться и оплатить, и потом вы получите доступ на конкретный курс. Но регистрация на сайте Геота-института обязательно, чтобы, в принципе, технически иметь возможность подключиться к курсам. И спасибо за внимание. Я сейчас уже не рискую качеством связи. И благодарю за внимание. Спасибо за активное участие, за вопросы. Если будут вопросы по языковым курсам, можно их задать на стенде в часы консультаций Бюро курсов и экзаменов. Они вас проконсультируют по всем техническим вопросам, по проектам, киндер-уни, МОЗ в немецкий университет, студент, брюки и так далее. Тоже есть соответствующие вебинары. И библиотека тоже представит свои продукты, анонсирует вебинары.